Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые Евгения Александровича Евгения Сергеевна, глубоко уважаемые участники данной конференции, научно-практической конференции. Мы живем в эпоху создания и широкого внедрения новых химия- и иммунотерапевтических препаратов, в частности, на основе моноклональных антител. Эффективность их показана многочисленными исследованиями и, в частности, эффективность в достижении полного ответа при хроническом лимфолейкозе в соответствии с критериями NCI. На этом слайде представлены критерии диагностики баклеточного хронического лимфолейкоза. Вы все с ними хорошо знакомы, и я не буду подробно это все зачитывать, обсуждать, поскольку это известные критерии. Я остановлюсь больше на некоторых практических моментах обнаружения минимальной остаточной болезни, с тем, чтобы клиницисты, участвующие в данной конференции, могли представлять себе, как это делается. Делается это достаточно, ну как вам сказать, вполне доступно, вполне просто. И, конечно, участники различных протоколов должны, с моей точки зрения, это все себе представлять. Вот они, эти критерии полного ответа на терапию при баклеточном хроническом лимфолейкозе. Здесь представлены критерии, касающиеся и периферической крови, и общих симптомов, и костного мозга, который должен быть нормоклеточным, а лимфоцитов менее 30% и отсутствие лимфоидных нодулей. В настоящее время убедительно доказано, что использование морфологических и иммуноморфологических критериев, принятых НСИА, не является достаточным для установления полноты ремиссий у больных баклеточным хроническим лимфолейкозом. Современные методы проточной цитофлюориметрии и полимеразной цепной реакции, основанные на характерных особенностях иммунофенотипа клеток БХЛЛ и уникальности их иммуноглобулинового рецептора, позволяют выявить одну лейкозную клетку среди 10 или 100 тысяч лейкоцитов. Высокочувствительными методами установлено, что современная химия или иммунотерапия может приводить к полной элиминации лейкозных клеток у значительной части больных, то есть к эрадикации заболевания. Это позволило сформулировать концепцию минимальной резидуальной остаточной болезни, сокращенно МОП, при БХЛЛ. Наличие десятых или сотых долей процентов клеток БХЛЛ в крови или костном мозге свидетельствует о наличии у больного МОП-позитивной полной ремиссии. А достижение МОП-негативного статуса позволяет улучшить выживаемость больных. Устойчивые продолжительные ремиссии наблюдаются только у больных, у которых достигнут МОП-негативный полный ответ, в то время как у пациентов с МОП-позитивным полным ответом общая продолжительность жизни не отличается от таковой у больных с частичным ответом. Таким образом, наличие или отсутствие минимальной остаточной болезни у больных БХЛЛ в ходе терапии является главным показателем эффективности лечения и во многом определяет его продолжительность. Как критерий эффективности это утверждено и FDA также. Совершенно необходимо и очевидно, что важность определения МОП при БХЛЛ диктует необходимость стандартизации методов определения остаточной болезни и повышения их точности. Стандарты разработаны для методов, основанных на ПЦР, однако эти методы являются достаточно сложными и дорогостоящими, что ограничивает их широкое внедрение. В этой связи большое внимание привлекает проточная цитометрия, методы определения минимальной остаточной болезни, на основе которой долгое время не были стандартизованы, что и обусловлено широкий диапазон чувствительности определения резидуальных клеток БХЛЛ. Вот эта картинка иллюстрирует, иллюстрирует, взятая из журнала «Блад» 2001 года, где Анди Ройстрон, известный, так сказать, вот законодатель МОД в области определения минимальной остаточной болезни призрела бы клеточных римфопролиферативных заболеваниях, вот представил такие данные. Он работает в Литсе, и так получилось, что в этот момент я тоже был в Литсе, и Анди мне показывал грамки этой статьи с гордостью. Ну, он тогда был еще молодой, он только окончил биофак в Литсе, в городе Литс в Англии, вот, а работали мы в НЧМДС, Hematological Malignancy Diagnostic Service, под руководством Андрея Джека. Вы видите, насколько красиво здесь разделение и выделение клеток БХЛЛ от нормальных клеток, и основные этапы, которые я потом проиллюстрирую в своем докладе более точно. Анди дал мне грамки этой статьи, я помню. И вечером я их просмотрел, а утром с ним обсудил. Я говорю, Анди, здесь есть ряд неточностей, опечаток. Он говорит, да, Николай, я это вижу, но исправить уже не могу ничего. Это грамки. Вот это в журнале было. И, конечно же, вот то внимание, которое было привлечено к проблеме минимальной резидуальной болезни при бахлеточном хроническом лимфорейкозе, оно обусловило создание вот этой группы RIC, European Research Initiative in BCLL, где участвовало 22 автора из различных институтов и клиник Европы и США. Вы видите, только перечень авторов и институтов очень впечатляет. В качестве стандарта авторы предложили, а это было проведено под руководством того же Анди Ройстерна, как вы видите. Он, кстати говоря, является большим другом онкоцентра. Он участвовал здесь у нас в конференциях иммунология гемопоэза и в нашей же конференции участвовал в Будапеште, когда она проводилась. В общем, некоторые моменты мы всегда вот доводим и обсуждаем вместе с ним. И в качестве стандарта было предложено использовать четырёхцветную проточную цитометрию. Метод характеризуется высокой воспроизводимостью и чувствительностью, однако редко на 10 тысяч лейкоцитов. И вот в докладе я приведу как раз алгоритм и детальную методику определения МОП при БХЛЛ в соответствии со стандартизованным партоколом Анди Ройстерна. Вы видите, что авторами было протестировано 54-цветных панелей моноклональных антител. И это колоссальнейшая работа. И на основании этих панелей сравнили как нормальные клетки, Б-клетки человека, доноров, так и вот злокачественные клетки БХЛЛ. И в результате было отобрано, в результате исследования, вот этого огромного исследования, было отобрано всего лишь несколько комбинаций, это три комбинации, так сказать, на основе вот этих антител. Вы видите, что вот нижние три строчки, CD20, CD38, CD81, CD22 и CD43, CD79B, это вот те как раз комбинации, которые позволяют отличить клетки БХЛЛ от нормальных Б-лимфоцитов. А первые две пробирки, о них я еще, так сказать, скажу подробно. И вот хочу проиллюстрировать это на конкретных примерах, на конкретном примере, вернее, одном примере, который, так сказать, показывает исследование костного мозга у больного БХЛЛ на предмет обнаружения минимальной остаточной болезни. Костный мозг полностью соответствует тем критериям, которые, в общем-то, изложены в NCI. Это 77 тысяч мелокариоцитов, то есть нормоклеточный, лимфоциты 15,8. Вот пробирки 2 и 1, о которых я говорил. Значит, здесь вот квадраты все обозначены буквами А, Б, С, Д, Е, В, С, Д, Е и так далее. И поэтому я буду ссылаться на название квадранта. Вот, значит, мы видим... Так, секундочку, здесь есть, должен быть, нет. Не так. Ой-ё-ёй. Стоп, 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 стоп. Очень извиняюсь. Вот. Ой, что-то не то. Секундочку. Что-то не то я. Сейчас, поверите, дойду. Не сработал, я на ту нажал, да. Вот. И вот здесь я жму на верхнюю, вот как полагается. Да. И вот сейчас сработало. Вы видите, вот верхняя строчка. Это Б-клетки. Первый квадрат показывает, так сказать, выделение Б-клеток в общей популяции мелокариоцитов костного мозга. Второй соответствует светорассеянию этих клеток и позволяет отсечь дуплеты и дебрис, то есть обломки. Вот так это выглядит в гейте светорассеяния. Вторая строчка показывает выделение Т-клеток на основании CD3. И мы видим, что по светорассеянию они выглядят вот так. А вот этот квадрат, он чрезвычайно интересен. Здесь объединены все окна, то есть гейты. Б-клеток, Б-клеток по светорассеянию, Т-клеток. Вот они все объединены, и мы видим, что в гейт Б-клеток попадает 6 CD3-позитивных Т-клеток. Что это значит? Это говорит о чувствительности метода. Если здесь контоминация высокая, оценивать минимальную остаточную болезнь мы не можем. В данном случае 6 клеток при анализе 1 миллиона событий. То есть это вполне приемлемо, примерно 5 стотысячных, с учетом дальнейшего гейнтирования, клеток. Вы видите, что вот это абсолютно необходимый момент. И я хочу обратить внимание участников, что когда вы в протоколах и так далее, просто в научной работе или в клинике, обязательно спрашивайте, так сказать, о чувствительности те лаборатории, которые этим занимаются. А нижняя строчка показывает клональность клеток. Вы видите, что здесь показана клональность в гейте CD5-позитивных клеток. Вернее, CD5 по оси Х. И вы видите, что только вот в этом квадранте. То есть в данном случае это у нас, по-моему, лямбда-позитивные клетки. Так, да. Сейчас, одну секундочку. Да. Вот, они, значит, они клональны. Несмотря на очень небольшое количество этих клеток, они клональны. Так что этот пример вот хорошо иллюстрирует как клональность CD5-позитивных B-лимфоцитов, так и возможность снижения контоминации Т-клетками. Это очень важные моменты. И, собственно говоря, время летит стремительно. Две минуты осталось. И, собственно говоря, тогда я непосредственно перейду к анализу МОП у этого больного. Вот вы видите, верхняя строчка А, Б, В. Вот здесь по-русски. Значит, здесь у нас, так сказать, вот проба 3. То есть CD20, CD38. Мы берём CD5-позитивные клетки. И вот вторая, очень красивая картинка. Посмотрите, как здесь отсекаются... Нет, вот эта верхняя. Вот как здесь отсекаются Б-клетки со слабой экспрессией CD20. Это ось Х, а не жёлтым раскрашенная. От Б-клеток с яркой экспрессией CD20. А зелёным, верхняя, вот самая верхняя, вот здесь как бы, вот она, видно. Верхняя полосочка. Это яркие по CD38 Б-лимфоциты. И, то есть, фактически предшественники, Б-линейные предшественники. Их тоже надо исключить из анализа. И таким образом, вот три, как бы, строчки. Это первая CD2038, вторая CD8122, и третья это CD4379B. Вот это итоговое, третья, показывает итоговое значение, так сказать, содержание резидуальных Б-клеток. В данном случае у этого больного была МРБ-позитивная ситуация. Можно оценивать CD23, но в протоколе это не предусмотрено. Таким образом, можно сделать вывод, что четырёхцветная проточная цитометрия при выявлении минимальной остаточной болезни способна обнаруживать одну клетку среди 10-100 тысяч лейкоцитов. Минимальная остаточная болезнь – это остаточная болезнь. Поэтому четырёхцветное иммунофенотипирование при диагностике в высшей степени желательно. И при диагностике маркёры, рекомендованные ВОЗ, также должны быть включены. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.